Мария Юрьевна, здравствуйте. Хотелось бы поздравить вас, наверное, с профессиональным праздником. Все-таки 1 июня – День защиты детей. Это та сфера, в которой работают полномочные по правам ребенка. Хотелось бы узнать, какая работа на данный момент ведется и что стоит в первоочередных задачах. Считается, что полномочные по правам ребенка в регионах в основном работают с обращениями граждан – детей, родителей, законных представителей. Сейчас Институт полномочного по правам ребенка немножечко проходит трансформацию. Речь идет о том, что мы приходим к проактивному методу. То есть мы не тушим пожары, мы их профилактируем, если можно так выразиться. И сейчас, что очень важно, мы работаем с обращениями граждан. Например, в 2023 году было 320 обращений и устных, и письменных. И все эти обращения были отработаны уполномоченным и сотрудникам, обеспечивающим его деятельность. Сейчас у нас на 2024 год есть карта действий уполномоченных. Карта действий по четырем направлениям. Основной смысл – исследовать ту или иную ситуацию, ту или иную сферу, касающуюся жизнедеятельности детей. Проанализировать эту ситуацию, провести мониторинг, его проанализировать. Подумать, что можно изменить, посмотреть в регионах, какой есть опыт. Потому что мы всегда знаем, что есть регионы, которые имеют положительный опыт в том или ином направлении. Попробовать применить этот опыт у себя в регионе. И, соответственно, те или иные недочеты или же изменения ввести. Какие это направления? Первое – это организация питания детей в школах и оказание медицинской помощи. Второе направление – это трудоустройство несовершеннолетних. Третье направление – это психиатрическая помощь несовершеннолетним. И четвертое направление, не менее важное, – это оказание помощи алкозависимым, наркозависимым родителям. Потому что мы с вами понимаем, что, к сожалению, большинство несчастья и причин социального сиротства – это все-таки в зависимости родителей. В Карачаево-Черкесии действует уникальный орган при Уполномоченном – детский совет, так называемый. Хотелось бы узнать, насколько, на ваш взгляд, он действительно эффективен и насколько вы ориентируетесь на его деятельность в принятии каких-либо решений. Действительно, вы правы. Детский общественный совет при Уполномоченном – это очень интересная структура. Когда я только начинала работать с Уполномоченным, я не до конца понимала, у нас есть прекраснейшие детские организации в регионе. Что именно особенного у Детского общественного совета, в чем изюминка, в чем основное направление. Уже начиная работать с ребятами, стало понятным, что это не только фокус-группа детей нашего региона, но это и помощники у Уполномоченного. Объясню, почему. Почему. Допустим, мне было очень важно понять, 17 мая был день рождения телефона доверия. И мне нужно было понимать, какое отношение детей нашей республики к телефону доверия. Две-три встречи мы по каким-то другим вопросам с ребятами собирались, но за эти две-три встречи уже стало понятным. По какой причине ребенок может позвонить, по какой причине он не может позвонить. Мы понимаем слово, допустим, анонимность так, мы взрослые, а дети понимают по-другому. Допустим, мы думаем, что несовершеннолетние переживают по таким-то причинам, а оказывается, некоторые несовершеннолетние переживают, что есть определитель номера. То есть это вот такие тонкости, которые могут подказать только дети. Естественно, пообщавшись с ними, уже выезжая в муниципалитеты, я общалась с ребятами, основываясь на мнении детского общественного совета, на их подсказках, на их страхах, сомнениях, переживаниях и пожеланиях. Для меня это очень ценно, для меня это очень важно. То же самое касается трудоустройства. Прежде чем запустить тестирование, мы с ребятами пообщались. В принципе, тестирование составлено на основании их вопросов, их пожеланий, их мнения. Плюс они сначала протестировали сами этот опрос и также принимают участие в его распространении. Что еще важно? Детский общественный совет, я сказала, что является ей помощником, в том плане, что я очень люблю работать по принципу равный-равному. Когда мы приходим в школу и делимся определенной информацией, дети прислушиваются по одному направлению, восприятие информации определенной. Когда тебе рассказывать сверстник, твой друг, одноклассник, может на тренировке его вместе занимать, там уже немножко другое восприятие. И здесь получается, что наши действия объединяются. Нас как взрослых, участвующих в профилактике тех или иных моментов, и тут подростков. О чем речь? Мы с ребятами очень много говорим о безопасности детства. О тех правилах поведения в лифте, в подъезде, на улице, когда к тебе подходит незнакомый человек, на улице, когда тебя просят о тех или иных моментах помощи или же содействии каком-то. Мы с ребятами проводили региональный, так называется, Росподрос. Это слет ребят, на котором конкретно рассказывали про те или иные технические методы, как можно справиться, если тебя незнакомый схватил за руку. Очень важно было, что при этом присутствовали коллеги МЧС, МВД, ПДН, силовики, те, которые занимаются профилактикой похищения несовершеннолетних. И когда рассказывают об этом взрослые и плюс добавляют подросток, это в совокупности, я считаю, достигает большего эффекта. И ребенок это воспринимает намного лучше. Кроме того, безопасность в интернете. Очень много говорим с детским общественным советом про безопасность в интернете, про то, как пользоваться мобильным телефоном, про персональные данные в интернете. И понимаете, когда ты пришел, рассказываешь в классе, ребенок мог отвлечься на какую-то свою мысль, да, или там в окне что-то произошло. А когда он поделится со своим сверстником, что вот представляешь, там какой-то незнакомец пишет, что-то мне предлагает. А это ребенок, допустим, с детского общественного совета, который знает те или иные моменты, те или иные правила. И вот тогда это будет очень эффективно. В этом направлении работаем, максимально стараемся дать знания детскому общественному совету, чтобы они, знаете, как вот огонечки распространяли это среди своих свестников. Очень люблю, очень ценю, очень уважаю детский общественный совет за их неравнодушие, за их позицию активную. Вы не поверите даже, у нас сейчас ребята 9-11 классы, максимально стараемся их не привлекать, не вовлекать. Но уже по привычке они, я приду там, я это сделаю, я то сделаю, мы говорим, а экзамены, я успею, я все сделаю. В Карачаево-Черкесии действует уникальный орган, опять-таки, приуполномоченном. Это так называемый совет отцов. Хотелось бы узнать, как давно он существует и, собственно, для чего был создан. Совет отцов приуполномоченном. Честно вам скажу, какое-то время председателя Совета отцов я попросила для того, чтобы осмыслить Совет отцов как орган уполномоченного, Совет отцов как организацию, которая что-то делает, каким-то образом функционирует. Долго думать мне не дали, и я считаю, что это очень правильно. Всегда с благодарностью отношусь к председателю Совета отцов Парамкулов Али Магомедович. Человек очень активный, инициативный. Опять же, всегда уважаю людей за небезразличие. Никогда беда близкого для него не является чужой. Всегда открыт, всегда чем может, он помогает. И так получилось, что Совет отцов — это папы. Иногда к ним так и обращаюсь. Дорогие папы, уважаемые папы. Разных профессий, разных возрастов. У нас есть и многодетные папы. У нас есть папы, у которых один ребенок. Есть папы, у которых еще детей нет, но они уже с нами. Потенциальные, скажем так, папы. Это очень важно, что для меня и представители духовенства, бизнесмены, спортсмены, люди, которые много лет отдали военно-патриотическому воспитанию совершеннолетних. Изначально, когда создавался этот орган, не только у нас в регионе, планировалось, что это будет консультационный орган, консультативный орган, который будет советовать уполномоченному обращать внимание на те или иные вопросы и проблемы. За что я благодарна нашим папам. Они не остановились на том, что они что-то советуют, на что-то просят обратить внимание уполномоченного. Этот орган, эти люди стали тылом уполномоченного, крепким плечом, которым можно обратиться за помощью, можно посоветоваться, можно получить поддержку. Уполномоченный по правам ребенка ведет деятельность в течение всего года, но этот год он объявлен к тому же еще годом семьи в нашей республике. Вот хотелось бы узнать, какие мероприятия запланированы и, может быть, тематические, которые будут связаны с семьей. В прошлом году, продолжая тему Совета отцов, к The New Pap, мы вместе с Советом отцов и Следственным комитетом проводили конкурс фотографий «Папа может все, что угодно». Честно вам скажу, когда помощники сказали о том, что у нас 400 фотографий, я была удивлена. Я не думала, что конкурс получит такой отклик. Для меня всегда важно, когда ребенок что-то делает вместе с семьей, а когда с папой, это, я думаю, что в большей степени важно. Потому что мама все равно и утром рядом, и вечером рядом, и разбудит, и спать уложит. А когда, получается, у пап уделяют время для детей, это ценно, это важно. И вдохновившись этим результатом, мы решили, что обязательно проведем конкурс уже не фотографий, а рисунков, семейного рисунка. Почему, опять же, нам это важно, чтобы был еще один повод для того, чтобы дети вместе с родителями что-то сделали. Естественно, потом призами будут либо сертификаты в кинотеатры, либо сертификаты в те или иные развлекательные учреждения, чтобы они вместе потом смогли отпраздновать эту победу. Как я уже сказала ранее, 1 июня – это день защиты детей. Хотелось бы услышать от вас некое поздравление, может быть, обращение к жителям Карачаева, Черкесской республики. Всех детей Карачаева, Черкесской республики поздравляю с Днем защиты детей. Желаю, чтобы ни у ваших родителей, ни у нас, ни у полномочного, ни у иных органов и ведомств не было повода защищать вас. Желаю, чтобы ваше детство было счастливым, радостным, родителям терпением, любви. И если что не так, то мы всегда рядом, мы всегда поможем, поддержим. Пожалуйста, обращайтесь. С праздником! Мария Юрьевна, спасибо вам большое за такую интересную беседу. Я желаю успехов и предстания в вашей работе. И будем надеяться, как вы сказали, что меньше детей будут нуждаться всё-таки в защите у полномочного по правам ребёнка. Спасибо большое! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...